Участники автомарша «Звезда нашей Великой Победы» приедут в Забайкалье. 10 апреля колонна автомашин прибудет в Могочу, 11 будет в Чите. В краевом центре участники автопробега передадут на вечное хранение копию Знамени Победы. 4 аптеки и краевая клиническая больница были наказаны за нарушение правил хранения лекарств. Каждое из учреждений получит штраф в 100 тысяч рублей. Адресная помощь в размере 10 тысяч рублей будет выплачена 710 ветеранам и инвалидам Великой Отечественной. Также по 2500 рублей получат жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей и те, кто работал в тылу. В Бурятии взяли шефство над строящимся в Комсомольске на Амуре корветом Алдарца-Динжапов, опередив при этом Забайкалье. Командование Восточного военного округа поддержало и одобрило инициативу региона. Администрация Читы предъявила иск на 14 миллионов рублей бывшему директору мусорозавода за заключение фиктивных договоров и продажу техники по заниженным ценам. С начала пожароопасного периода на территории Агинского округа зарегистрировано 7 степных пожаров. Как сообщает пресс-служба округа, пожар площадью 120 гектаров пришел со стороны полигона Цугол. Сейчас огонь потушен. Педагогам Забайкалья направили 517 миллионов рублей на мартовские зарплаты. Деньги поступили на счета муниципалитетов. Забайкальские велогонщицы Наталья Боярская и Светлана Васильева завоевали серебро и бронзу на чемпионате России в Адыгее. Девушки победили на дистанции в 100 километров в общей гонке.